Всем доброго времени суток. Довольно часто, используемые для размножения черенки роз, гибнут еще в процессе укоренения, от нехватки кислорода при проращивании их в воде. Либо же, усыхают при использовании способа высадки в грунт для проращивания. Чтобы избежать этих ошибок, опытные цветоводы советуют, попробовать вырастить до морозы из черенка, в картошке. Картофель для черенка, не только создает влажную среду, но и снабжает необходимыми для роста питательными веществами. Ведь он содержит крахмал, белки и минеральные соли, так необходимые побегу для роста и образования корней. Без корневой системы, черенок не в состоянии сам брать данные вещества. А картофель снабжает его всем необходимым. Для проращивания, можно использовать как черенки с куста, растущего на клумбе, так и черенки с цветка в букете. При подготовке черенка, учтите следующее. Нижний срез следует осуществить на 2 сантиметра ниже почки под углом 45 градусов. А верхний, на 1 сантиметр выше почки под прямым углом, 90 градусов. Длина черенка, 20-25 сантиметров. Срезать побег, лучше под струей воды, чтобы в срез не попал воздух. Секатором или острым ножом. С черенка следует удалить все шипы и листья, так как через листья идет потеря влаги. Чтобы черенки проросли быстрее, можно поставить их на сутки в раствор без стимулятора. Корневин, эпин, или гетероуксин. Если же, по каким-то причинам нет без стимулятора, поставьте черенки на 30 минут в слабый марганцевый раствор. Клубни картофеля, должны быть крупные или среднего размера, без повреждений и признаков болезни. Если на картофелинах есть глазки, то во избежание прорастания, удалите их. Воткните черенок в картофелину приблизительно до середины. На дно горшка уложите дренаж, можно взять мелкие камешки. А сверху песок, толщиной 3-5 сантиметра. Положите туда картофелину с черенком, сверху засыпьте перегноем или почвенной смесью. Подойдет любая магазинная смесь для цветов. Время от времени, в почву следует добавлять восстановители микрофлоры. Фитоспорин или байкал М1. Для поддержания тепла и влажности, следует создать парниковый эффект. Для этого черенок, посаженный в горшок, следует накрыть банкой, или пластиковой бутылкой. Горшок с растением поставьте в место, где много света, но нет прямого попадания солнечных лучей. Теперь остается с нетерпением ждать результата. Как же узнать, появились ли корни у черенка? Приблизительно через 10-15 дней, нужно аккуратно вытянуть растение. Если оно легко вышло, значит еще не укоренилось. Следует снова установить его на место. А проверку повторить через неделю. Необходимым условием укоренения черенков. Является поддержание постоянной влажности почвы. Поливать следует регулярно, но не очень интенсивно. Помимо полива, следует постоянно опрыскивать черенок водой, домашней температуры. Чтобы дать растению дополнительную подкормку. Раз в неделю можно поливать его сахарным раствором. На пол-литра воды, полстакана сахара. После того, как появятся почки. Укрытие следует снять, сначала ненадолго, затем увеличивая время проветривания, постепенно адаптируя розу к условиям внешней среды. Через одну или две недели, колпаки снимают окончательно. После этого, следует поливать розу каждый день. Ну вот мы и ознакомились, со всеми нюансами выращивания розы из черенка в домашних условиях. Для повышения вероятности выведения розы, лучше укоренять одновременно несколько черенков. В комментариях делитесь своим опытом и советами по выращиванию роз из черенков. Всем удачи и хорошего настроения.